Ребята, всем привет! Начинаем новый влог. Просто на минуточку хочу вам показать, как нас встречает Саратов. Дождем, ливнем. Ровно такая же погода была в Батуми, когда мы уезжали позавчера. И вот, пожалуйста, мы в Саратове. Ничего не поменялось. Ровно тот же ливень. Даже не дождь, ливень. Вот так вот. Вот так вот нам повезло. Но вроде бы последний день сегодня ливень. Майский дождь. И завтра хорошая погода. Покажу вам немножко обстановку у нас дома. Мы вчера приехали в 4 часа утра. Надо сказать, ночью или утра уже 4 часа. Наверное, уже утра. Просто подъезжаем к дому. Нас встречают ребята, наши друзья Артем с Любой. И нас встречает моя сестра Лена. Представляете? С таким букетом цветов, с шариками. Наготовили нам еды. Лену купила продуктов на завтра. Представляете вообще? Это что? Какие люди нас окружают? Спасибо огромное Лене, Артему, Любе за такой вообще сюрприз. Мы были в шоке. Мы не спали. Они хоть тоже не спали. Я сегодня спросила. Они вот всю ночь не спали. Ждали нас до 4 утра. Караулили у подъезда. И ничего нам не сказали. Вот такой вот сюрприз нам. Представляете? Помогли нам занести вещи. Короче, вообще целая история. Что за маньяки бегут? Да, такие иду в темноте люди. Мы вообще приехали. Ничего не понимаем, где происходит. И тут такой сюрприз. В общем, мы вообще в шоке. Сейчас только с утра проснулись, позавтракали. Вот хорошо, что нам ребята еды передали. Гриша тут говорит. Артем Сергеевич узнал, что у меня сегодня день рождения. Я говорю, Гриш, ну у тебя не день рождения. Это просто мы приехали. А, ну ладно. Ждет ребенок день рождения. В общем, обстановка. Обстановка у нас по кайфу. Это малая часть вещей, которая осталась. Вот ровно половину мы уже разобрали. И столько вещей помещается в багажник. Volkswagen Tiguan. И еще... Как называется? Мюли? Нет. Это верхний багажник. Верхний багажник на крышу. Тули. 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 Ну, я почти угадала. Тули в багажник. Был у нас. И у детей в ногах тоже было все забито. И у меня в ногах тоже. Вот. Сейчас у нас идет процесс стирки, разбора вещей. Ну, первый это, конечно, разбор этих пакетов. Там вот уже немножко разобрано. А, сейчас немножко пришли в себя. Встали в 11. И процесс у нас идет вот такого вот разбора. Попили кофе. Немножко вспомнили вчерашний сюрприз. Теперь шарики нам будут напоминать о ребятах. Вот так сейчас выглядит кухня. Все заставлено. Все разбирается. Тут продуктов немножко. Вот, ребята, нам вчера картошку приготовили. Тефтели в сковородке. Лена еще купила продуктов. В общем, вот такие дела. Пишал коврик от мышц. А тут нет. Да, мы вообще сейчас тут еще в шоке от количества слоев пыли. Не надо дышать. Сейчас это будет. Мы сейчас чихать начнем. В общем, фронт работы у нас сегодня огромный. Мы потихонечку разбираемся, стираемся. Пыль вытираем. Полы намываем. Я думаю, это будет не один день. Еще по списку занавески постирать. И генеральную уборочку сделать во всей квартире. Но это будет в ближайшие дни. Заехали мы вчера фикс прайс по дороге. Купить водички. Дети попросили вкусняшки. Я забежала там ненадолго. Минут на пять. Взяла вот такую салфетку для мытья окон. Две их. Вообще, честно говоря, планирую не окна мыть, а поверхность на кухне протирать. Полировать плиту, поверхность. И взяла две вот такие щеточки из новой коллекции для уборки. Они здесь силиконовые, с деревянной ручкой. Мне вот как они выглядят, это очень нравится. Вот. В общем, подходим мы к кассе в фикс прайсе и уже оплачивать. И я вижу, что на кассе продается вот эта вещь. Это спецпласт. В том году мы уже его покупали. Это очень крутая вещь. Особенно у тех, кто вы из дети. Особенно летом. Сейчас расскажу, что это такое. Это жидкий пластырь. Очень крутая штука. Выглядит вот так. Вот эта коробочка. Внутри находится флакончик. И жидкость. Если ваш ребенок поцарапался, или вы, например, на кухне готовите, поцарапались, обрабатываете поверхность пальчика или там ранки. И на чистую сухую поверхность наносите вот этот жидкий гель спецпласт. Внутри такая жидкость. Наносите ее вот таким образом. Сейчас покажу. Вот у меня тут ранка небольшая. Небольшим слоем. Даем некоторое время, чтобы эта пленочка зафиксировалась. И все. Ваша рана находится под вот этим прикрытием, под жидким пластырем. Не попадает никакая инфекция. Никакие бактерии сюда точно не попадут. И что мне очень нравится, у него еще натуральный состав. Здесь у нас идет, сейчас вам скажу, муравьиный спирт, экстракт пихты, масло чайного дерева и масло облепихи. У нас один флакончик в аптечке дома. Теперь спецпласты второй у нас на даче. Надо будет, кстати, еще обновить дачный вариант. Укусы комаров, особенно летом, когда их много, дети расчесывают вот эти вот укусы. Кстати, вот Кириллу сейчас надо будет помазать. Он жалуется, там два комара его цапнули. Снижается зуд, снижается покраснение. И вот этот укус проходит гораздо быстрее. Пока с вами болтаю, пленочка вот уже зафиксировалась. При желании вот можно поменять ее через 2-3 часа. Снять и нанести еще раз вот этот жидкий пластырь. Просто must have, особенно когда ребенку нужно наклеить пластырь. Он гуляет, пластырь постоянно отклеивается. А здесь его нанесли, и никакие бактерии вовнутрь не попадают. Изготовитель Московская область, ООО, спецмазь. Объем вот этого средства 15 мл. Вот этого флакончика хватит на всю семью. Вот прям нам на лето хватает. Но у нас все равно два, потому что один у нас еще на даче. Вот. Так что у мамочки в аптечке в каждой семье обязательно должен быть. Стоит он в фикс-прайсе всего 77 рублей. Вот. Поэтому на кассе, смотрите, он там прям вот в основном продается уже, когда на выходе на кассе. Особенно у кого есть маленькие детки, обязательно иметь вот это средство в аптечке. Кирюшку укусили комары. Смотрите, он взял, случайно расчесал. Но я думаю, что он ночью расчесал. Еще где, покажи. Вот здесь, да? Да, давай, помажем. Так, наносим небольшое количество жидкого пластыря. Вот таким образом. И ждем, пока он зафиксирует. С тонким слоем ждем пару минут. Давай, и на локте. Вот видите, укусы какие прям сильные. Вот таким образом наносим. Образуется тоненькая пленочка. Вот. И снимает зуд, покраснение, неприятные ощущения за счет состава натуральных компонентов. Сегодня пойду в фикс-прайс, куплю еще одну упаковочку на дачу. Хочу сейчас запустить посудомоечную машинку. Вспомнила, что там соль закончилась. Вот такую соль я покупала. Хорошая. Вообще, марка Биомио мне нравится. Сейчас, Гришуль. Как раз-то у меня оставалось там, ну, где-то треть, даже меньше пакетика. Закрываем. И сейчас будем загружать посудомоечку. Посуду немного, но просто хочу, чтобы еще сама посудомойка, как это, сама очистилась. Там прям несколько кастрюль у меня. Сейчас сюда загружу все. Так, все, посудомойка загружена. Можно ее запускать. Так, что у нас? 50 градусов. Эко. Вот авто поставим. А эко сколько? Вот авто. И... А, это, наверное, отложка. Блин. Все, авто старт. Так, ну, немножечко я разобрала чемоданы. Там осталось дело за малым. Покажу, что мы привезли в подарки из Грузии. Конечно же, во-первых, это грузинское вино. По регламенту можно привозить из Грузии на одного взрослого человека 3 литра вина. У нас так и получилось. Взяли саперави. Вот такое не пробовали, но бутылочка мне очень понравилась. Колд хида. Красное сухое. Затем марани. Я пробовала в ресторане марани. Ну, красное мы пробовали. Кинзмараули. Очень вкусное. Но я его не нашла. Нашла только вот такое марани. Цинандали. И одну бутылочку, по-моему... А, саперави. Кинзмараули мы уже отдали одну. Саперави. Вот такое, кахури. Затем кахетинское масло. Вот такое вот в бутылочках. Очень ароматное. Его нужно в салаты добавлять или в какие-нибудь уже готовые блюда. В рыбку, например. Так, это не подарки. Это я просто привезла. Я его не использовала в Грузии. Это в Грузии покупала. Это чача. Нас угостили. Кстати, вот надо было 3 литра на взрослого. Но мы еще привезли чачу. Нас угостили. Ничего страшного. Никто у нас алкоголь так и не посчитал на границе. Не критично, так скажем. Куча специй разных. В основном это сванская соль. Ее тут много. Различные. Для фасоли. Для мяса. Мама просила ее привезти. Но тут и бабушки, и маме, и сестре Лене, и ребятам знакомым. Друзьям нашим. Соль. Для шашлыка много взяла. Вот такой приправы. Турецкий кофе привезла. Но где-то должны быть еще 2 пачки. Я их найти не могу. Где-то лежат. Куда-то я очень хорошо убрала. Так что сама... Сейчас чихать буду от специй. Сама не могу найти. Спасибо, Гришоль. Чихаю. Перчик взяла вот такой. Мне так он нравится. Обалденный перчик. Азербайджанское варенье с черешней. Тоже. Это не Грузия, конечно. Но, тем не менее, тоже очень вкусно. Взяли вот три баночки здесь. Затем чурчхела, конечно же, в Агрохабе. Мы брали. Она свежайшая. Тут такие вот маленькие. Сейчас открою. Оно угощает. Такие малыши. Малыши-карандаши. Откажу, как они выглядят. Такие прям полтора лари, по-моему. Ну, вот такие вот маски, видите. Такая вот чурчхелочка. Ой. Вот такие масечки. Сейчас детям пособираю подарки. Магнитики из Батуми. Вот такие. Вот такие с хинкальками. И вот такие еще. Были еще две ложечки. Что-то брелочки найти тоже не могу, где они. Это вот от Лакаджарии. В общем, вот таких. Мед. Это мед липовый. О, каштановый. Каштановый. Это, знаете, где мы купили? Как ехать? Зальем по маленьким баночкам. Тоже, ребят, угостим. Сухая аджичка. Ой, не сухая. Такая вот жидкая аджика. Довезла я ее. Видите, в кастрюле везла. Тоже сейчас разложу, ребятам, на сувенир. Вот в борщ добавлять вкусное. Бокал Джорджия. Бокал для пива. Тоже Джорджия. И еще, смотрите, что. Это сушеная хурма. Вяленая. Вяленая сушеная хурма. Сейчас уже не сезон. Это все делается в зиму, по-моему. Осенью, когда сезон хурмы. Точнее, в конце зимы даже. Вот Артем тоже у этого мужчины. И как раз купил. Вот. В общем-то, по-моему, все. Чача, вино, масло, специи, чурчхела, аджика, магнитики. Такой стандартный набор сувениров. А, еще. Вот сестре я купила тапули. Тут они грузинский подарок просто. Олени. Вот такие тапочки я взяла. Такие же, как у меня. Вот такие с бантиком. Гриша, у меня, кстати, мои. Вот эти вот. Периодически просят поносить. Гриша, это в подарок. Так, не надо руками трогать. Сейчас Лена к нам приедет. Мы ей подарим тапульки. Мальчишкам. Ксюша, Вадиму тоже подарочки. И захватили еще пару блоков минералки упаковок. И фейхуа, лимонад тоже сейчас подарим. Сувенирчики разберем. Чисто грузинский лимонад фейхуа. И боржоми. Сейчас буду заниматься уборкой кухни, а точнее плиты и духового шкафа. Покажу вам до. Вот так вот выглядит плита, которую не мыли 8 месяцев. Но на ней, в принципе, и не готовили. Но какие-то вот здесь пятна, загрязнения есть. И духовой шкаф. Здесь не все так критично, но грязно. Вот здесь подтеки есть, их видно. Вот тут жир видно. Тут вот тоже жировые вот такие пятна. Сейчас все мы это будем с вами отмывать. И тестировать одно средство, которое я заказала на Вайлберрис. Вот такое средство заказала на Вайлберрис. Называется Вандер Лап. Эко-средство для чистки кухонных плит, духовых шкафов и грилей. Сделанное из овощей и фруктов. Эффект антижир. Полностью смывается водой. Из плюсов. Разлагается на 98% за один день. Не нарушает экосистему водоемов. Не тестируется на животных. Без запаха. Но работать нужно в перчатках. Обязательно. Обязательно в перчатках. Так-так-тай. В составе. Без остатка и вреда растворяются. Потому что сделаны из овощей и фруктов все ингредиенты. Но попробуем. Протестировала новенькое. Что-то такое я еще раньше не тестировала. Не пробовала. Сейчас с вами как раз все это посмотрим. И попробуем, как это работает. Немного с помощью губки я вот так распределю. И загрязнение сложное я ставлю минут на 5-10. Вот так мы распределим. Если легкие загрязнения должны сразу оттереться. У меня это не совсем легкое. Поэтому оставляем на некоторое время. Вот так распределим. Но уже губка черная. Видите какая. Чуть-чуть потрем. Чтобы равномерно распределить средства. И оставляем. Стекло отмылось полностью. Все. Чистота. Красота. Теперь отмывать будем вот тут. Все. Жир подтекает. Грязь подтекает. Осталось все это просто смыть тряпочкой. И водичкой. Мам. Куда идти? Я могу в комнату. Так. Ой. Ты его куда зайди? Давай ты пролезешь. И вот так вот вниз пролезешь. Вниз вот так пролезай. Получится у тебя? Нет. Ну значит мы больше не зайдем в твою комнату. Нет, нет, нет. Так разгонялся ты стекло выбьешь. Нет. Тихо, тихо. Не здесь, Гриша. Под ручкой вот тут вот пролезай. Вот, давай. Лезь. И вот это давай помогай мне обратно ставить. О. Давай, подожди. Я уберу. Давай ставь. Все. Больше так не делай, ладно? Все, держу, 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 держу. Сейчас, стой. Гриша тут у нас тут. Опаньки, все. Гриша вспоминает свои игрушечки. Наводит порядок. Антипорядок. Гриш, ты потом с тобой все уберешь, договорились? Все, по рукам. Давай. Все, духовка чистая. Покажу вам результат. Вот так выглядит. Единственный момент, очень сильное загрязнение было вот тут. Нужно будет повторно нанести тоже. Но это я уже в следующий раз буду мыть. Не стану сейчас наносить. А вот в целом, смотрите, как стало чисто. Вообще круто. Средство работает. Рабочее средство. И стекло вот, тоже чистенькое. Все, посмотрите. Все аккуратно, все чисто. Надо только натереть его еще. В общем, духовочка у меня теперь как новая. Красота. Плита тоже чистая. Посмотрите, какая стала. Вот эти вот следы, они уже не оттираются. Это уже, ну, такие старческие. Но весь жир, который был сверху, весь я отмыла. Точнее, отмыла вот это вот средство. Слава Борис. Так, я же свернулась с магазина. С магазина в... Сходила на рыночек. Купила немного продуктов домой. И что-то я, честно говоря, немного оцен, мягко говоря, в шоке. Просто. Что с ценами? Что с ценами? Почему они улетели в какой-то космос? Ладно. Так, купила... Хочете, какие-то, какие-то масла, авоказы получила? Сейчас. Так, купила вот такой филе бедра. Хотела грудку, но что-то грудки не было в магазине. Не стала я искать. Хлебушек сказали, что бездрожжевой. Как это? Понять, не знаю. Узнаем по-позже. В принципе, ничего такого не купила, но потратила кучу денег. Синенькие. Маклажаны, кабачки взяла в духовке, буду делать. Дальше. Маслица. Упаковочку. Сосиски. Сосиски, сосиски. Брестские, по-моему, они называются, что ли. Брестский мясокомбинат. Вот такие вот вкусные. Четыре с чем дублей килограмм. Почти как мясо. Четыре с пятьдесят пятьдесят. Сырочек. Кусочек. Это тоже я все на рынке взяла. Настало бы. У меня с холодильником какая-то беда, а он не сильно работает. И там пропадают продукты. Поэтому я не стала много набирать. Свинину взяла мякоть. По-моему, от шеи. Так что сделать, знаете, что? Аджиахури. Надо постепенно переходить, да, на другую кухню. Не совсем так резко. И взяла говядину на куляш. Вот. Он уже кусочками там все порезан. В надежно проливном месте. И взяла судачка. Сейчас буду готовить на ужин. Почищу его. Запеку в духовке. Вот. Кстати, духовку я помыла и поставила ее прокалить обязательно после таких вот средств для мытья. После химии нужно прокаливать на максимальной температуре минут 30. Вот. Так что сейчас мы замородим судачка. Отправим в духовку. Или, знаете, в этот у меня есть, а то как называется, аэрогриль. Вот, может быть, если он там поместится, но он там, наверное, не поместится целую в духовке. И овощи приготовлены на ужин. Вот. Такой план. А, вот еще взяла масло авокадо. Оно было со скидкой, но тоже до фига оно стоит. Но дешевле, чем в Батуми. Здесь 700 рублей, 500 миллилитров. А там выходило, по-моему, 50 лари. Около 1500, по-моему, стоила бутылка. На масло авокадо я жарю. И вот такую печень трески взяла. Тоже для бутербродов. Все. Вроде бы... А, нет. Вот еще зеленушку взяла на салат. И огурчик, помидорчик. И редиску. Все, да. Ладно, пошла чистить судака, мариновать его и отправлять его в чистую духовку. Хотела вам показать вот такую овощечистку из фикс прайса. Она стоит копейки. Ну, там может быть 70 рублей или 90 рублей. Ну, вот около того. Что-то я посмотрела. Не могу найти свою овощечистку. Где-то она затерялась у меня. Она была двойная, пластиковая. Вставлялась вот такая вот штука. Вот побольше. Где-то лежит, не могу найти. Надо вообще все это разобрать. Но это отдельно будем расхламлять и разбирать. Это все будем делать попозже. Так, что про эту овощечистку вообще? Овощи шикарно чистят. У меня до этого была керамическая. Вот эта металлическая, наверное, из нержавеющей стали. Посмотрим. Оцинкованная сталь, нержавеющая сталь, без пластика. Красиво смотрится, отлично выглядит. Морковка, картофель, все чистится с помощью вот этого гаджета. И сейчас будем чистить с вами рыбку. Я уже начала. Единственный момент, она отлетает вот эти кожурки, чешуйки. Я рукой придерживаю. То есть сейчас рукой камеру держу. А вообще придерживаю. Вот так сверху прикрываю, чтобы не летели в разные стороны. Вот такой хороший свежий судачок на рынке вчера купила. Видите? Раз, 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 раз. Ну все, никакого ножика не надо. Вот такой вот лайфхак. Кто еще любит кушать рыбку, и знайте, что есть вот такая удобная штучка. С плавающей вот такой вот головкой. Натираю судачка специями. Специи у меня вот такие. Знаете, что я забыла купить в Грузии? Специи для рыбы. Ну, ладно. Зато я купила очень много специй для шашлыка. Вот эти специи соль и маслицем сверху поливаю. Все натираю. А внутри сюда у нас пойдет укроп и лимон. Вот. Это сейчас будет внутри. И все. Выкладываем на противень. Вот такая красота у нас сегодня на ужин. Все по фаншую. Овощи и рыба. Там у нас укропчик с лимончиком. Отправляем в духовку. Температуру, не знаю, ну градусов 200 поставлю я, наверное. Сначала 200, пусть все сверху запечется. А потом поставлю поменьше, чтобы пропеклось внутри. Ну, рыба вообще недолго готовится. Может быть, минут 30, я думаю, 40 максимум. Давайте проверим рыбку. Уже прошло, наверное, минут... Так, выпускаем пар. Минут, ну, 40, наверное, прошло. Хочу ее посмотреть внутри. Баклажаны точно готовы. Я думаю, рыба тоже. Да и морковка. Но морковка еще не совсем. Сейчас мы судачка ножичком проверим. Где бы нам его проверить-то? Ну, готово. Все. Все готово. На спинке сейчас посмотрим. Да, все ок. Все отлично. Правильно? Да, все, судачок готов. Не буду его сильно много. Все, осталось только подождать Артем. Он сейчас приезд в тренировки. Кирилла отвезет к бабушке, заберет и приедет на ужин. Все, смотрите, какая красота. Просто рыба мечты. Редактор субтитров А.Семкин